доброе утро дорогие друзья с днем победы с днем победы сегодня великий день кому нравится кому не нравится но это день победы я не думал что вот нравится фашизм я думал какой урок сегодня дать так все перепуталось в этом мире знаете вот я хочу сказать безразличие очень многие люди вообще вот как бы в любой войне любых неприятностей они хотят только вот вот я хочу чтобы мы сидим в доме закрывшись мы пересидим не пересидите от войны не уйдешь какое-то должно быть у человека должно быть какая-то реакция на то что происходит в мире иначе как бы он не такой немножко что-то у него в душе не так давайте я быстро быстро расскажу люди должны реагировать на мир не должны нельзя просто стоять и говорить меня это не касается я хочу рассказать о смерти двух сыновей арона которые мы уже проходили удивительная свечи йов великий йов когда написано услышал о смерти сыновей арона он сказал и от этого будет трепетать сердце моё странно какое дело йову до смерти надава авигу написала зулай великий азулай в книге хаматан ханах он пишет что одна из причин смерти надава авигу что они шли позади машей арона и между тобой разговаривал и в это время надав сказал что когда умрут эти два старика мы возглавим с тобой поколение и святой сказал посмотрим кто там как вы тут командуете ну вот непонятно тут мидраж такой если надав сказал такое авигу причем тут он же ничего не говорил просто промолчал да не возражил и вот йов когда услышал это да затрепетала на его сердце от чего что там происходило на самом деле когда принималось решение об утоплении еврейских детей в ниле до счета в египте на совете присутствовали три главных советника фараона белам йов и тро когда они сели что обсудить вот это же убить всех детей белам посоветовал топить всех вообще до убивать там взрослых детей это и тро сказал что что это такое невиновных убивать зачем это увидев что совета совет злодея белама будет принят его протест не поможет он убежал сбежала и кстати это сделано не просто от страха того что постановление которые существовали в те дни было такое правило если решение принято один из принявших его умирает или что-то происходит оно отменяется и тро подумал что если мой побег не поможет полностью устранить чем-то может так и случилось после его побега решили топить только девочек и он этим помог третий советник йов тоже не соглашался с белам но у него не было смелости решительности как и тро и он промолчал все трое получили с небес именно то что заслужили и тро который сбежал выравнив солидарность евреями примкнул к общине израиля стал понятно его люди дети стали большими людьми в санхирею его зять стал главное стал избавителем народа белам желавший уничтожить израиль и вызвавший гибель детей он наказан смертью промолчавший йов был осужден на великие страдания книга йова это великие страдания наказание беламу и тро нам понятно почему промолчал трое его страдать что случилось рабе шмулевич дает нам удивительнейшее объяснение спросили йова почему ты молчал во время ужасного постановления следовало хотя бы возразить йов стал говорить я знал что мои возражения не помогут поэтому предпочел ничего не говорить и всевышний навел на него страдания он стал кричать от боли а чего ты кричишь говорит бог разве эти крики тебе помогут он делал меня терзают страдания когда больно кричат даже если это не помогает и тут ему сказала небо а чего ж ты не кричал когда фараон приказал топить каждого мальчика в реке видно ты не кричал потому что не было уж больно очень о чем тут разговор его понял что молчание в определенных случаях приравнивается к соучастию преступления из-за этого полагается к сожалению наказание и многие которые думают что я вот так причем тут я вообще да так устроен мир ты ты виноват к сожалению это очень печально это больно но ты виноват написано йов тогда принял причину всех страданий к этому что он понял что привело молчание к этому чему нас очень сказано что если происходит вопиющиеся подлости в мире нельзя молчать нельзя оправдываться тем что моя хата с краю такое молчание приравнивается к сожалению на небе к соучастию преступлению из-за это к сожалению полагается наказание потом трудно будет мне за что вот был такой галич у него была потрясающая песня вот так просто попасть палачи промолчи промолчи вот я просто два слова в этот великий день победы сказал о том что иногда не надо идти на борзуру ничего но но промолчать иногда сделать вид что меня это не касается совсем ну так плохо так плохо прохава от слаха и победы нам всегда над врагами